Сегодня рассказываю про то, как увеличить продажи с помощью видеомаркетинга. Основной это будет набор кейсов, примеров. Мы постарались в презентацию вложить очень много информации, с которой вы можете знакомиться потом. Есть пошаговые чек-листы, как мы поступали в данном кейсе, и вы можете переложить на собственный опыт. Также в видеопрезентации много блогов будет, где полезно посмотреть. Там есть видеоролики, где более подробно рассказано на данной теме. Или можно посмотреть примеры видеороликов. Михаил Салаев. Можно будет знакомиться к той, о чем я. Но в основном мое прошлое связано с кинематографом. Я закончил институт кинематографии в ГИК. Он находится рядом. Поставили туда машину на парковку рядом с ГИКом. Но, к сожалению, не туда я пошел. В другую сторону. Странно, что с этого я начинаю. Но видеомаркетинг, естественно, вы хотите увеличить продажи. Но сразу говорю, что YouTube, по нашему наблюдению, мы пытаемся сделать так, чтобы он приносил максимум ценности. Но это не та площадка, которая приносит продажи здесь и сейчас. Если вы хотите прямо сейчас, чтобы пришли заявки, это все-таки контекстная реклама, таргетированная реклама в Фейсбуке. Это и речь идет про YouTube. Видеомаркетинг, в первую очередь, как я это аккумулирую, это согревание клиентов до определенных действий, которые вы хотите, чтобы они совершили. Мы коснулись первый раз, когда вы же сказали о своем товаре, что он собой представляет. Вы коснулись второй раз, где вы же сказали, как им пользоваться. И коснулись третий раз, когда предложили его купить. Если мы делаем это с помощью видео, в него можно заключить больше информации и эффективнее согревать пользователей. Пример того и доказательства эффективности я покажу. У нас будет слайд. И второе – это усиление отделов инструментов бизнеса. Примеры есть на отдельном слайде, можете познакомиться в конце. И, естественно, уже на третьем месте – это привлечение заявок и продаж. Это схема, экосистема, внутри которой видеомаркетинг крутится. Естественно, во главе у нас стоит YouTube. Чаще всего наша любимая схема, когда… YouTube нужен тогда, когда у вас есть какие-то экспертные навыки, знания, которыми вы можете поделиться, чтобы к вам начали доверять. Это помогает продавать. Даже если вы продаете моторные лодки или оружие, вы все равно в этом должны разбираться и будете обращаться к тем, кто знает линейку, знает особенности, может помочь с выбором. И вы этим можете делиться. И это делается через YouTube. Он идет в связке с блогом. На блоге статьи, на статье видеоролик на эту же тему, этот же видеоролик на YouTube. Они перекрестно пересылаются друг на друга. Таким образом идет обмен аудиторией между сайтом, кто любит читать, и YouTube, где любит смотреть. С блога, естественно, люди видят, что это блог на сайте, заходят в товары, могут купить. Самое основное преимущество видео в том, что мы можем его использовать, создав один видеоролик, контент. Мы можем его использовать в разных площадках. Мы можем его на YouTube продвинуть, мы можем его в социальных сетях выкладывать, в Instagram, в mail-маркетинге, цепочки писем, где мы можем расположить видеоролик с картинкой видеоролика, с кнопкой play, нажимая на нее. И человек хочет на нее нажать, и кликабель с писем увеличивается. Тоже один из видов применения. Единственное, что нужно видео адаптировать под каждую площадку. То есть, если соцсети, это 15-60 секунд, если это сайт-презентация, это секунд 120, 100-120, если это Instagram Stories, это 15 секунд вертикальный формат. Сверху написано то, откуда мы можем брать таргетированную аудиторию. Основная площадка на YouTube по рекламе, это реклама внутри от Google. Это Google Ads, бывший Google AdWords. Именно видеореклама, это отдельный формат со своими особенностями. Также это видеопосевы, видеореклама, есть различные сервисы об этом ниже. Это блогеры коллаборации, использование конкурсов. Это все платное наверху. Бесплатный трафик в YouTube у нас может идти с поиска YouTube, с Google и Яндекс. То есть, на первых страницах Google и Яндекс по низкочастотным запросам им часто выпадают ролики. И задача продвижения в YouTube роликов по ключевым словам, чтобы попасть также в Яндекс и Google. То есть, человек вводит слово, какой-нибудь там обзор лодки, и он видит видеоролики. Ему интересно посмотреть обзоры именно видео, и он нажимает на ролик. И наша задача попасть туда и собирать оттуда бесплатный трафик. Потому что это будет как SEO-продвижение сайта, только будет SEO-продвижение роликов на YouTube. И похожее видео. 70-80% трафика идет из похожих видео в YouTube. То есть, мы стратегически так продвигаем видеоролики для того, чтобы похожие видеоролики на наши. Человек посмотрел ролик, увидел справа в колонке какие-то ролики, которые по темам близки к этому, и мы должны попасть в эту колонку. И таким образом можно набирать, например, в месяц 10-100 тысяч бесплатных просмотров ваших видеороликов, которые согревают пользователей, знакомят с вами. И, естественно, там и присутствуют рекламные ролики, которые их переводят на сайт. Мы попытались сформулировать, в чем ценность видеомаркетинга. Но это, в общем, любые действия, связанные с видео, которые помогают закрывать какие-то цели компании. Подробнее это потом можете ознакомиться. Для того, чтобы определять, мы улучшаем ситуацию или не улучшаем ситуацию, мы прописали все KPI для себя, и в том числе, которые мы можем показывать клиенту, для того, чтобы понимать, мы движемся к цели или не движемся. Стратегический KPI – это, естественно, продажи, заявки, ROI. И когда мы должны прийти к стратегическим KPI, сначала мы должны провести первый тест и поработать там 1-2 месяца. Но для того, чтобы нам замерять и понимать движение, у нас есть тактический KPI. Самые основные. Что нам нужно? Нам нужны переходы, количество переходов на сайт, цена переходов на сайт. Смотря какая стратегия, это цена подписчика, которую мы должны уменьшать, количество подписчиков. Количество и цена взаимодействия. Взаимодействия – это лайки, комментарии, репосты, все, что происходит на ролике, обозначающие то, что человек заинтересовался. И также еще очень важный фактор из YouTube именно – это получение бесплатного органического трафика. То есть мы настроили рекламу в AdWords, прогнали там 3000 просмотров. Когда мы раскручиваем канал, эти просмотры идут бесплатно через похожий видеопоиск, то, что я уже вам говорил. Чем эта цифра больше, тем лучше для вас, потому что вы можете поработать с YouTube-каналом полгода-год, и вы даже если вообще ничего не будете делать, к вам будет идти этот трафик. И каждый раз вас кормить и сыграть аудиторию, переводить. В этом долгосрочная стратегия заключается в YouTube. Примеры таблиц, сколько что стоит, это можете тоже ознакомиться. Внизу – это… здесь у нас рекламные кампании, это как пример, как мы это замеряем. То есть в AdWords настраиваются рекламные кампании на разный таргетинг, на разную аудиторию, и мы можем посмотреть конкретно из AdWords. Здесь не показывайте никакие накрутки, а только те люди, которые зашли по рекламе и совершили какое-то действие. Мы можем увидеть, сколько подписчиков с данной кампанией, сколько лайков, сколько дополнительных просмотров. Это те люди, которые понравился ролик, они решили посмотреть другой ролик на канале. Вот по этим критериям, в самом начале мы можем определить, во-первых, видео заходит или нет, нужна ли оно аудитории, чтобы думать над контентом, который нам создавать. Увидеть, сколько было переходов, кликов на ссылку и переходов на сайт, для того, чтобы замерить эффективность ролика и понять, насколько это нам нужно и улучшаем ли мы результаты. Примеры кейсов. Пробегаемся, попробуйте переложить на ваш опыт. В B2B было, я на примере. Гостиничный бизнес. Представим, есть замок у нас в Подмосковье, отель «Лафермы Дурев». У них самая главная задача, на чем они зарабатывают. К ним могут приехать какая-нибудь семья, могут приехать молодая пара какая-нибудь, но на них много не заработаешь. Основной заработок идет на корпоративах, массовых мероприятиях, свадьбах, где много людей. То есть на мероприятиях. Надо как-то это продвигать. Логично, что нужно запартнериться с ивент-агентствами максимально, но нужно как-то на них выйти, потому что ивент-агентства все штурмуют. Какое решение с точки зрения видеомаркетинга? Наша задача создать видеопрезентацию специально с сообщением для ивент-агентств о том, что такое «Лафермы Дурев», что это за замок, что там есть, какие у него преимущества, какие есть залы, почему стоит туда приглашать своих клиентов. Именно направлено на эту целевую аудиторию. Видеоролик загружается на флешки, флешки засовываются в письма вместе с рекламой, с брошюрой и отправляется по 200 ивент-агентствам. И через где-то месяц мы знаем, что уже начали общаться с 12 компаниями. Сейчас, что я точно не знаю, но это один из вариантов, как выходить на B2B-партнеры с помощью видеороликов в том числе. Пример видео, можете посмотреть, что делалось, вот такие вот есть видеокейс, видеопрезентация, отзыв, это все можно ознакомиться подробнее. Чек-лист. Я не буду читать, я основные вещи говорю, это тоже можете посмотреть позже. Производство. Еще раз, было производство у нас несколько человек, да? Например, смотря какое производство, некоторые продают конечником сами, некоторые продают через дилеров. В данном случае, зачем вообще видеоролик для B2B, как он может продавать? Есть производство с уникальным производственным оборудованием. Задача, ну то есть я как разговаривал с предпринимателем, он говорит, что если к нам на производство приезжают партнеры, который может быть партнером, если он к нам лично приехал, вероятность того, что мы продадим, вырастает в разы. У нас наша задача, чтобы у него появилось доверие, он к нам приехал. Для этого он должен увидеть своими глазами, как производство выглядит, увидеть своими глазами скорость производства и станков, масштаб, и чтобы его в конце ролика, как бы, закрывали на то, что приезжайте, посмотрите, что здесь и как. То есть мы расскажем, покажем, все это реализуем. Пример ролика можно посмотреть, и отзыв, собственно, к чему привело тоже. Есть еще пример из производства. Это один из первых кейсов. Компания Стекло. Обработка стекла и зеркала и продаж изделий стекла для архитекторов и дизайнеров. Что мы сделали? Такой бюджетный вариант, как раз для небольших компаний. У нас есть в каждой нише часто узкие нишевые запросы. Два стекла, такие запросы, как сатенат, какие там еще точно, сейчас не вспомню, обработка стекла, пескоструйная обработка. Они специфические, но если их вводят люди, они точно интересуются этой темой. По этим ключам мы можем попасть в топ или по гуглу Яндексу, если есть видеоролик на главной странице, или в топ Ютуба. И мы подобрали 20 ключевых запросов, примерно, и попросили коммерческого директора, давайте мы подготовим материал, где вы расскажете об этих ключевых запросах, об этих темах. За один день отсняли интервью, за второй день отсняли производство кадра перебивки и сделали такие простенькие видеоролики по каждому ключевому слову. Эти видеоролики по низкочастотным запросам продвигали по алгоритму определенного в Ютубе, для того, чтобы они попали в топ. Это привело, во-первых, 20 роликов в топе Ютуб, 16 роликов в топ Гугл. 6000 – это узкая тема, 6000 бесплатно смотрят видеоролики и знакомятся с теми услугами и продуктами, которые производит данная компания. Также была сделана, вот это вот, то, что я говорил, воронка продаж. Это есть отдельный сегмент архитекторы и дизайнеры. Для них нужно продавать изделия из стекла. Есть очень интересный кейс, советую посмотреть заявку за 191 рубль. Как мы прозванили клиентов и пытались узнавать их более, что реально дизайнеры архитекторов интересуют. Для того, чтобы сделать рекламный ролик с сообщением, вот реально, то, что какие мне болячки, и что этот продукт их решает. Рекламный ролик запускаем в Фейсбуке и в Эдвардс через воронки несколько постов. Ведем трафик на лендинг, где происходит, описано подробно, что за изделие из стекла, что делается. И там это конвертируется уже в заявки. Подробнее можете ознакомиться. Чек-лист. Значит, продвижение магазинов. Скажем, у нас есть физический товар. В данном случае, здесь есть примеры беговые дорожки, велосипеды, душевые кабины, видеокейсы, можете посмотреть. В данном случае, скажем, у нас беговые дорожки. Чаще всего из YouTube трафик на сайт довольно дорогой. То есть переход стоит около, не знаю, 100 рублей в среднем, плюс-минус. Если сравнивать с контекстной рекламой, выигрыш не очень большой. То есть YouTube это немножко другая тема. Но если это физические товары, то может быть переход релевантный в контекстной рекламе. То есть в данном случае 25-3 рубля. Вы наверняка уже это снимали, создавали. Снимаем видеообзор, который рассказывает, что это за товар, какие у него свойства, характеристики, почему он лучше, чем модель, похуже или получше, сравнение. Или идем обзор линейки этих товаров. При этом есть ключевые запросы, которые мы можем продвигать этот ролик к ключевому запросу конкретной модели в YouTube. Это чаще всего низкочастотники. Для того, чтобы человек ввел эту модель купить или обзор и попал на ваш ролик. К чему привело? Просто факт. То есть даже если не делать рекламу, создать видеообзор и разослать по дилерам, которые продают продукт, в данном случае беговой дорожке DeFit, средняя категория беговая дорожка, которая не самая дорогая, не самая дешевая, у нее продажи увеличились в 1,4 раза. Если мы еще при этом видеоролик не просто выложим, а продвинем под ключевые запросы, мы можем хоть чуть-чуть насобирать трафик, просмотры и, возможно, будущих покупателей по этому товару. Услуги. Это пример, кстати, вот только вчера пришел результат. Мы сделали для этого канала видеопрезентацию, видеотрейлер на YouTube-канал. Задача трейлера была чисто закрыть на подписку. Объясняется, что на канале, почему стоит подписаться. Обычно на роликах подписчик стоил около 80-120 рублей плаву. Когда мы создаем видеоролик чисто на подписку, причем это можно снять очень просто. Вы можете записать просто себя, как говорящая голова, и рассказать, на этом канале расскажу то-то, то-то, подписаться стоит, потому что мы делаем обзоры того-то, того-то, а также вы можете приобрести то-то, то-то. И уже это сделало так. То есть в данном случае трейлер рекламной кампании, тестовая по трейлеру, подписчик стоит 30 рублей, и одна самая ходовая реклама по данному таргету 9 рублей, на которую мы будем ориентироваться. Ну, это как такой тоже плюс-кейс, здесь его нету, это вчера результаты пришли. В данном случае это обустройство гаражей, премиум класс, как я называю. Ну, это не супер дешевое удовольствие, но очень интересная тема. Здесь стратегия продвижения заключается в том, что о том, как вот ассоциация с гаражом обычно идет, что господи, гараж обустрой, ну что это за ерунда. Когда люди начинают видеть, как это происходит, и что из гаража можно сделать, как он может быть комфортный, удобный, как там все может быть на своих местах, и чуть ли не жилая комната, становится очень интересно. Нужно эту тему популяризировать. Для этого нужно создать YouTube-канал, который будет рассказывать о том, как можно улучшать комфорт в загородном, при жизни за городом, и как можно отделывать правильно, обустраивать гараж самостоятельно или с помощью тех методик и продуктов, которые делает данная компания. То есть и польза, и одновременно продажа, и обзоры своих продуктов происходят. И получается, что мы можем продавать сходу сразу, или мы можем идти по стратегии, сначала нужно собрать базу подписчиков, той лояльной аудитории, которая может быть не будет покупать, но она будет рассказывать «О, я тут такие гаражи видел интересные». Ну то есть те, кто будут рекомендовать, база рекомендателей. И после этого внедрять и показывать тем подписчикам, которые на этой канале есть, например, раз в 6 роликов давать ролик, который закрывает на какой-то первый промежуточный дешевый продукт, например, на дизайн-проект. Там скидка 90% на дизайн-проект на разработку обустройства гаража. И уже дальше монетизировать ту базу, которая была собрана. То есть здесь стратегия такая работала. Как с YouTube на сайт приходит более согретая целевая аудитория. Здесь я, к сожалению, не обозначал. Здесь у нас находятся источники трафика на сайт. Слева вот этих табличек. Я просто не могу все раскрывать. В красном выделено то, что касается YouTube. Можно заметить, что, во-первых, те, кто приходит с YouTube по сравнению с другими источниками трафика на сайте, у них, потом посмотрите подробнее, выше удержание на сайте, дольше находится на сайте, конверсии на некоторых формах заявок выше, чем на других источниках. И единственное, что спорит с трафиком из YouTube, именно на Гараштеке в проекте, это трафик с рассылки. На рассылке люди уже подписавшиеся, они уже теплые, поэтому они тоже хорошо работают. Все в остальном, особенно реклама AdWords контекстная, сильно встает. Но это не значит, что это будет везде. Это конкретно в проекте Гараштека. Цели YouTube канала. Первая стратегия – через подписчиков. Вторая стратегия – мы хотим получить органический бесплатный трафик, скажем, через год, чтобы у нас было по 100 тысяч просмотров на канале, автоматически шел там тысяча людей трафика на сайт, которые конвертировались. То есть он стал на нас работать в долгосрочной перспективе. Переходы на сайт. Мы не хотим делиться пользой, мы не хотим вести влог, мы хотим здесь и сейчас создать несколько видеороликов, рассказать о своих товарах, почему их стоит купить и переводить на сайт для того, чтобы человек приобрел. Тоже имеет место быть. Иппидж компании четвертая. Один самый главный момент, самая большая ошибка, когда мы сразу гонимся за несколькими одновременно целями. Мы для себя поняли, что за тремя зайцами, или за двумя, за тремя, за четырьмя погонишься, никого не поймаешь, потому что здесь одно, подписчики – это одна стратегия, органический трафик – вторая, переходы на сайт – вообще третья. Всегда, то есть если мы, подписчиков, работаем на базу подписчиков, естественно, там присутствуют переходы на сайт, но они просто не основные. Нам всегда перед работой, и вам нужно определиться, куда мы идем по этим направлениям. Теперь подробнее по ним. Как получать подписчиков? Самый главный инструмент – видеореклама в AdWords, ниже подробней. Это видеореклама от Google. Второе – это ролик «Локомотив». Мы продвигаем ролики каждый раз с тестовым бюджетом 4-5 тысяч на один ролик, рекламный бюджет. Скажем, раз в 10-20 роликов выскакивает один ролик, у которого стоимость подписчика минимальная, но он просто очень сильно подошел к целевой аудитории, попал, и мы начинаем, остальные ролики мы по минимуму продвигаем, только под задачи, а этот ролик «Локомотив», на него уже даем бюджет, который нам и набирает эти переходы и подписчиков. Видеотрейлер. То, что я рассказал про «Гараштег», создание трейлера, который закрывает на подписку, напрямую, короткий ролик, который располагается на канале, он может подписчиков очень дешевым сделать. Блогерская тема, конкурсы, видеореклама, виджет на сайте. Не забываем, что если мы создаем видеоролики, мы обязательно должны их размещать на сайте, можем добавить их через специальный виджет и добавить кнопку возможности подписаться на YouTube-канал. Кто был на сайте, подписываться на YouTube-канал, кто смотрел ролики с YouTube-канала, переходит на сайт. Обмена аудитория всегда должен быть. Как влияем на цену подписчиков? Ну, естественно, полезный контент, банальность и банальнее. Триггеры, призывы. Внутри видеоролика, естественно, обязательно. Причем не только в конце. Мы должны предлагать человеку совершить определенные действия. Только, пожалуйста, не нужно делать там «подпишитесь, лайки поставьте, перейдите на сайт». Какое-то одно действие должно быть. И чтобы это действие, призыв, был где-то еще в серединке, причем не только голосом. Точнее, лучше, чтобы это было и голосом. Человек, ведущий, рассказывает, он может упомянуть. Вы можете подробнее посмотреть там-то, там-то. Ссылка в описании, потому что не все досматривают до конца. И еще, тоже здесь пример будет. Дальше, можно делать такие склывашки графические, стандартные, можно сделать, которые просто напоминают зрителю, если есть вопросы, задавай их в комментариях. Если интересная тема, можете подписаться. А вот об этой теме подробнее в ссылке в описании. То есть, это не надо говорить, это просто всплывашка появляется. Дальше. А, сейчас еще момент. Еще момент. Если суперполезный, крутой контент, а у нас что держат в Ютубе, особенно по видео, это или польза, человек хочет узнать, или развлечение. И если мы за первые 10-30 секунд не объяснили, что человек узнает дальше, ну не то, что даже захватили внимание, просто он не понял, что будет дальше, какая-то была, медленный какой-то темп, непонятно о чем, он уйдет, хотя контент был шикарный. Это, ну, проблема. Еще стоит подписчиков базу набирать, только если у нас есть понимание, что мы сможем создавать серийный контент. Или у нас он такой есть. Например, проект «Мамы рулит». Есть такой у нас Ютуб-канал. У нас на нем есть два типа рубрик. Один тип – это вопрос-ответ от эксперта. Мама, какая-нибудь мамочка задает вопрос о том, как нужно воспитывать ребенка, и эксперт на него отвечает. Этот запрос продвигается под ключевой запрос в Ютубе по проблеме. То есть, мама там ищет, мой ребенок не спит. Наша задача – попасть в топ поиска по этому запросу, сейчас эти запросы Ютуб вводят, для того, чтобы человек нажал и увидел ответ, что ему посоветуют на эту тему, пользуясь. Причем, он не захочет подписываться, ему нет смысла. Он нашел ответ, и он ушел. Но нам нужно, чтобы у нас были подписчики базы. Для этого вторая основная рубрика создана. Там мамы, она называется «Мама за бугром», там мамы за границей рассказывают о своей жизни с детьми, как они вообще выживают, в какой детский сад всех водят, а какие там продукты, а как там вообще жить, живется, какие там есть возможности, как развлекаться, совершенно в разных странах. И есть несколько мам, и это серийный контент. Это как влог, когда рассказывают, один день, вот мы здесь были, завтра мы пойдем на пляж, и при этом затрагиваются интересные, красивые картинки этой страны, и те возможности, если человек, мама со своей семьей решит приехать в эту страну, она должна понять, что ее там может ждать. И эта рубрика уже работает на подписчиков. И это серийный контент. То есть, если мы собираем базу подписчиков, мы должны понимать, что, например, мы делаем обзоры, и у нас, все знают, что у нас обзоры на разное оружие. Понимая, что их много, им будет интересно подписаться. Если мы делаем на какую-то тему видеоролик, мы можем его разбить на маленькие темы, говорить в следующей теме, мы поговорим в следующем ролике. например. И человек сразу, тогда есть мысль подписаться. Реклама AdWords. Возможность рекламы очень быстрая. InStream, преролы. Первый формат. Это те видеоролики, которые показываются перед любым видеоконтентом в YouTube. Это те видеоролики, когда мы через 5 секунд можем нажать пропустить. Это InStream, преролы. Они очень хорошо работают с точки зрения увеличения, то есть с этих видеороликов удержание на ролике, то есть количество времени от общего времени просмотра гораздо больше. формат Discovery или InDisplay. Это, можно сказать, контекстная реклама, но внутри YouTube. Причем в Discovery оплата происходит также по контекстной рекламе только за клик. Вот здесь есть пример. Мы там набрали порядок в гараже, и вот здесь выскакивает реклама, как сделать в журнальный столик. Если заинтересовало человека это видео, превьюшка, заголовок, и он на нее нажимает, только если заинтересовало, только при нажатии списываются деньги. Причем такой просмотр стоит в среднем 1-2 рубля. То есть вы можете сделать видеоролик, объяснив, рассказать о своем товаре или услуге, сделать рекламу по тем ключевым запросам, которые вводят ваши пользователи, и при этом 1-2 рубля будет стоить просмотр человек, который захотел посмотреть этот ролик, на эту тему. А насчет инстрим-рекламы есть особенность при ролл, в чем преимущество, что оплата происходит только тогда, когда человек посмотрел зритель в 30 секунд видео. То есть, скажем, он пропустил, вы пропустили через 5 секунд, оплата не будет списываться. Она будет списываться только если посмотрели 30 секунд. И стоимость просмотра такой будет где-то 20-70 копейок в среднем. И есть еще один формат, о котором многие его упускают, 6-секундная реклама. Это формат непропускаемый, и он платится не за просмотр, а за количество показов. Это те ролики, которые вы не можете пропустить, они так внутри видеороликов запускаются 6 секунд. Эти видеоролики в основном созданы для того, чтобы напоминать о себе как ретаргетинг. То есть, у вас уже все, например, можно таргетироваться на всех посетителей вашего сайта, и мы хотим, чтобы ваш бренд запоминали или помнили, что есть такой вот товар у вас. И вы создаете несколько 6-секундных коротких роликов, которые массово, это дешевый формат, догоняют пользователей. Стоит он около от 100 до 250-300 рублей за 1000 показов. И чаще он используется для больших брендов, но в нашем случае мы можем сделать, например, 3-5 роликов, в каждом ролике какая-то своя одна мысль или смысл, которую вы хотите напомнить, донести до клиента. И они показываются по очереди. Мы напоминаем о себе и доносим, что нам нужно в визуальном формате видеороликов. Это третий формат. Варианты таргета. И вообще, если будет интересно, можно вебинар провести подробнее, но основа. Самая любимая наша аудитория это особая аудитория. Она так и называется в AdWords. Скажем, у вас есть сайты конкурентов, которые продают то же, что и вы. Мы набираем сайты 10-20 штук и добавляем в особую аудиторию. Особую аудиторию Google определяет похожую аудиторию на ту аудиторию, которая заходила на эти 10-20 сайтов. И чем больше мы этих сайтов релевантных, куда заходит скорее всего ваша аудитория, туда поместим, тем больше шансов, что туда будут попадать люди, которые были похожи аудиторией на один сайт, но они были на другом сайте. Очень часто, здесь нужно очень много тестов в особой аудитории, потому что можно взять тематические сайты, собрать, можно конкурентов собрать, можно собрать YouTube-каналы или группы в социальных сетях на тему рывалки, охоты и так далее. И протестировать, на них таргетировать аудиторию, запустить рекламные кампании и посмотреть, какая цена перехода на сайт, какая цена подписчика сравнить. И эти аудитории очень часто хорошо выстреливают. Мы их очень любим. Естественно, что еще важное, ретаргет, вообще это первое действие, которое нужно сделать, создать хотя бы несколько видеороликов. На YouTube-канале начать собирать аудиторию тех, кто посещает ваш сайт, тех, кто смотрит ваши ролики и на них настроить рекламу по чуть-чуть, по копеечке, по 100 рублей, по 50 в день будет уходить, но вы будете видеороликами напоминать ту аудиторию, которая уже вас касалась один раз. Площадки размещения, еще один момент, мы можем настроиться на YouTube-каналы и видеоролики, в том числе конкурентов, если у них включена монетизация реклама, ваш рекламный ролик может показываться внутри их канала, их ролика. Ну и ключевые слова, это то, что лучше всего работает вместе с Discovery на подписку, это что касается вот этой темы, то есть вводит ключевое слово человек, ему подсовывается ваша реклама, нажимает, рубль списывает, он смотрит видеоролику. Ой, не буду задерживаться, прочитайте, то что мы тогда не успеем. Здесь мы собрали, это больше для продвинутых пользователей, то есть как настроить ручками, вы можете набрать в поиске, как настроить видеорекламу AdWords, вам все расскажут, но в какой-то момент упираешься и начинаешь понимать, ой, что-то какие-то жуткие результаты, цифры не те, очень все дорого, вот здесь советы на том уровне, когда мы попали в то, что мы не знаем, как улучшиться, мы начали использовать вот эти все вещи. Вам посмотреть, нажимаете на фотографии, потом посмотрите примеры трейлеров, которые существуют, ну и здесь гараж-тег тоже присутствует, о котором я рассказала Кейси. Блогерская тема на коллегии, мы все вместе дружно готовили презентацию, тут подготовили примеры видов интеграции и список сервисов. Конкурсная тематика, если мы делаем интеграции у блогеров, которые рассказывают и предлагают что-то приобрести у вас или про какую-то акцию, привязываем чаще, максимально привязываем конкурсную механику. Блогер говорит не только о том, что перейдите, посмотрите, какая-то классная, интересная канал, вещь, продукт, а также они сейчас проводят конкурс до такого-то числа, если вы подпишетесь на канал, на соцсети и что-то там еще сделаете, тогда будет розыгрыш случайный, например, по комментариям, случайный выбор комментария и он получит в подарок удочку такого-то бренда, например. Это очень помогает ускорить процесс сбора подписчиков или тех целей, которые нам требуются. То есть блогеры плюс конкурсы сразу в голове продумываются. Теперь это были подписчики. Как получать органический бесплатный трафик с поисковых систем. Тут тоже AdWords присутствует видеореклама, но здесь работает она по-другому. Я не буду сейчас подробности раскрывать. То есть немножко другая стратегия. Социальная активность на ролике. Нам важно, чтобы у нас попадать в поиск, нам нужно, чтобы YouTube понимал, что когда загружают видеоролик на YouTube, особенно на начинающем канале, там просмотров почти не будет никакой активности. Нам нужно вначале, когда канал только создал, как раз для малого бизнеса, чтобы были просмотры, чтобы видел YouTube, что есть лайки, комментарии, репосты, социальная активность разнообразная. Это для YouTube говорит о том, что видеоролик пользуется популярностью, он его будет поднимать выше, как и канал в целом. Есть еще один способ, есть еще один способ, это анонс основной видео. Скажем, у вас есть какая-нибудь крутая лекция на час или на полчаса, крутая, но она такая длинная, что если мы будем ее показывать в рекламе холодной аудитории, ее посмотрят, удержание будет очень маленьким, и этот ролик в топ не попадет ученика. Он очень длинный, смотрите, его будет мало, поэтому мы создаем короткий анонс, конференции о том-то, том-то, посмотрите по ссылке на 30 секунд максимуме, и будут переходить на большой ролик только те люди, которые заинтересованы, и они будут смотреть его естественно дольше, поэтому удержание в целом может подняться. Дальше. Как получать переходы на сайт? Здесь у нас основной инструмент перехода на сайт это создание рекламных видео, прям напрямую рекламных, и воронки продаж через YouTube или через Facebook с использованием видео. О них я ниже расскажу. Усиление доверия, это не так вам важно, я пропускаю. Насчет усиления разных отделов инструментов бизнеса самое важное. Вы создали видеоролик, самая частая проблема, ошибка заключается в том, что мы его выложили на YouTube, вообще с ним ничего не делали, максимум там основатель компании, пару раз его показал знакомым, может быть разместили на сайте, все. Если у вас есть какой-то отдел продаж, мы должны не просто видеоролик отдать этот отдел продаж коммерческому директору, а вы должны создать инструкцию, как они должны его использовать. То есть, если к вам обращаются по теме такой-то услуги, вы предлагаете ознакомиться с роликом, который подробно рассказывает об этой услуге и спрашиваете e-mail, чтобы туда его отправить. Вы используете видеоролик в переписке с человеком, если он заинтересовался данным продуктом. То есть, это должно быть правило. Только тогда это начнутся пользоваться. Но нам приходится, чтобы видеоролик просто так не проставил, реально требовать того, чтобы начали его использовать в отделе продаж. Если вы участвуете на выставке, загрузите видеоролики к себе, к вашему производству, продукту, обзору, все что угодно, на мобильный телефон, вместо тысячи слов лучше этот ролик показать, чтобы человек увидел, чем что-то рассказывать. Заинтересованность сразу растет и, естественно, договориться о партнерских отношениях, о продаже гораздо легче. То есть, максимально используйте видео на разных площадках. Остальное познакомитесь. Теперь наша система, как мы чаще всего, работаем, как мы согреваем клиентов на разных стадиях касания с клиентом с помощью видеороликов. Чтобы было понять, здесь подробно расписано, но вот здесь понятнее с точки зрения схемы. Коротко рассказываю. Первое. Рекламный видеоролик в социальных сетях. Это как раз продажи. Это стратегия быстрых продаж. Это не подписка. Это нам нужно продавать здесь и сейчас. Видеоролик. Задача этого видеоролика, его длина 15-60 секунд. Его задача человека перевести на сайт. То есть, заинтересовать его, чтобы он перешел на страницу посадочную и уже там может быть совершить следующее действие. Чаще мы его перевели на сайт. У нас есть формат видеопрезентация. Видеопрезентация это 90-120 секунд. Это можно подольше, потому что человек, перешедший на сайт, он уже заинтересован, он готов посмотреть больше, длиннее видеоролик. Задача этого видеоролика уже, чтобы человек оставил заявку. Сейчас нужно прямо механически в конце показать. Нажмите на эту кнопку для того, чтобы получить то-то, чтобы человек реально сделал действие. Если это ценный продукт, его надо немножко подтолкнуть, просто конкретно, что нужно сделать. Когда человек, также у нас есть формат видеосплывашка, человек прокрутил видео, не увидел его, решил не нажимать, стал читать текст, все такое. Через некоторое время куча из сервисов всплывает всплывашка, окно, в котором может быть предложение ознакомиться с видео или прям встроен сам видеоролик, который опять же закрывает на то, что человек оставил заявку. Дальше. Видео до продажи на страницу «Спасибо». Теперь самое интересное, что можно сделать здесь и сейчас. У вас на сайте, на лендинге, человек оставил заявку и его переносит на страницу «Спасибо». Мы всегда рекомендуем, если в любом случае всегда, чтобы страница «Спасибо» на каждый вид заявки была своя и присутствовала. На этой странице «Спасибо» мы можем что сделать? Мы можем туда поместить видеоролик. Чаще всего это просто говорящая глава, которая стоит с настройкой автоплей. То есть, человек видит «Спасибо, что вы оставили заявку, с вами свяжется менеджер, посмотрите видео ниже». Человек, ну там видно, что кто-то что-то говорит. Человеку, если интересно, он нажимает, включает звук. Что можно в этом видеоролике донести до человека? Это человек оставил заявку, он уже теплый, он решил оставить заявку. Мы можем рассказать подробнее инструкцию, что нужно для того, купить этот товар, облегчить его путь. Мы можем подробнее рассказать об этом товаре, чтобы меньше на это энергии тратил продавец. Мы можем предложить, например, какой-то док-продукт, беговая дорожка, можно предложить. А также мы предлагаем, у нас есть классная штука, это можно турник у вас дома повесить, чтобы в форме себя держать. Ну, я по-боразму, там все что угодно может быть. И мы создаем этот видеоролик, мы его называем «Видеодопродажа на странице «Спасибо». Один раз делали, для трех-четырех видов ваших заявок все, и оно начинает на вас работать. Как минимум, видя ваше лицо, это вызывает доверие. Этого уже достаточно, как минимальный эффект. Максимум, это реально человек может заинтересоваться, купить или спросить у продавца, который будет обрабатывать заявку. Дальше. Человек переходит в базу контактов. Как может пользоваться менеджер по продажам видео? Это мы на себе отработали. Это вызывает очень часто вау-эффект. Почему бы менеджер по продажам готовит предложение письменное для клиента, обещает, я вам скину в течение двух часов предложение. Он не пишет текст, не прикрепляет презентацию. Он берет и записывает 10-минутное видео, как бы он клиенту, сидя рядом с ним, рассказывал о том, что это за продукт, почему его стоит купить. И он может включить скрин экрана, запись видео с экрана и щелкать по сайту вообще для вашего случая мы бы предложили вот такую беговую дорожку и вот эту. Потому-то, 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 а также такое-то решение, такое-то решение. Чтобы если у вас какие-то есть вопросы, я естественно с вами свяжусь завтра часов 10. Таким образом, то есть это личный человек общался, уделил время, хотя это реально 10 минут. То есть это можно было бы написать текстом, но здесь это в виде видеоролика. Это часто очень интересно, круто работает. И единственное, если человек зашел на сайт, но не оставил заявку, не перешел на страницу спасибо, мы это можем отсеять через настройки таргетирования спокойно, мы человека начинаем догонять. У нас создается еще 30-секундный ролик, где можно лично говорить вы. То есть у вас, например, есть товар локомотив, три товара локомотива, которые больше всего продаются и на них максимальная маржа. Именно на них мы создаем короткие видеоролики на тех, кто зашел на сайт, но не купил, не оставил заявку. И мы говорим, вы заинтересовались беговой дорожкой, наверное, вы хотите то-то, 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 и вы можете попросить его вернуться на сайт, посмотреть, например, обзор других моделей или дать какую-то топлюшку или маленькую скидку, не знаю, все что угодно. Мы начинаем догонять ту аудиторию видеороликом, чтобы она вернулась на сайт и все-таки оставила заявку. И это все, эту воронку можно автоматизировать через два основных канала. То, что мы делаем, их немножко больше. Это через рекламу Google AdWords и через рекламу Facebook. И остальное это видеоиспользование в e-mail, о чем я говорил, и касание с клиентом через видеоблог, когда, если сложный товар и услуга, например, гаражи, такие могут продаваться, через полгода, через год человек только созреет и будет готов отдать эту сумму и мы его можем согревать через e-mail рассылку и видеоблог на YouTube. Именно для этого YouTube-канал чаще всего хорошо работает. И рассмотрим два примера в виде воронки сколько по времени? Уже все. Уже все, да? У меня составлено буквально пара миллионов. Хорошо. Так, ну я вот эту воронку туда одну и на этом закончил. А потом ознакомитесь. Пример видеоронки в YouTube. Скажем, у нас есть холодный таргетированный трафик. Какой вид трафика и таргетирования я вам рассказываю. Мы создаем продающий видеоролик. В данном случае это пример закрытия через вебинар. Это может быть не вебинар, это может быть магнит любой. Это может быть какая-то полезная брошюра с информацией. Это может быть какой-то дешевый товар или товар с крутой скидкой или какой-то товар локомотив. В данном случае вебинар. Создаем продающий видеоролик и показываем это холодной аудитории. Очень часто, особенно если дешевый продукт, мы можем один шаг сделать и сразу перевести на посадочную страницу. И дальше на страницу спасибо. То есть он оставил заявку. но если продукт уже более сложный, услуги, мы создаем еще промежуточный ролик, контентный ролик, где мы рассказываем по системе боли решения. Мы затрагиваем боль, которая решает наш продукт и рассказываем, как эту одну боль можно решить, какой вы даете совет. При этом человек должен понять, что комплексно он это может решить только с помощью вас, но вы уже какой-то ответ на какой-то минимальный вопрос даете в этом видеоролике. Мы уже дальше с ней можем работать любыми другими цепочками, которые вы посмотрите потом подробнее. И я проматываю все до конца. Примеры наших каналов. Это я чисто оставил вам посмотреть, чтобы увидеть. Причем мысль, что не обязательно канал, который будет работать, должен иметь много подписчиков. Здесь контакты, вопросы задавайте, можно связаться. Можете написать в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке у вас презентация будет. Если напишете подарок в личном сообщении, я вам скину чек-листы по продвижению в YouTube, действия, которые вы можете совершать сами. Скину данную презентацию и скину ссылку на минус слова и всякие очень крутые штуки по настройке AdWords рекламы самостоятельно. Все, спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. И из этого, мне кажется, я бы сделал вывод для себя, что пусть это даже будет не сильно профессиональное, но личностное видеообращение всегда работает лучше, чем просто нарезка каких-то там роликов или чего-то такого. И то, о чем Михаил в конце говорил, если тот же менеджер по продажам лично чего-то обращается и говорит, это всегда производит более такое убедительное впечатление, чем просто читать какие-то вот особенно для молодежи.